Культ креветки. О, от Конвэя, который рассказывал про Песиопе. Там сидят одни долбоебые старики. И из камеры. Но рептилоидом Марком Цукербергом, ужасно неудобный интерфейс, им никто не пользуется. Как бы не так, им пользуются бумеры. Очень много бумеров с запада, и что самое главное из развивающихся стран второго и третьего мира. Это их ответ нашим одноклассникам. Аудитория фейсбука настолько же непробиваема в плане распознания фейков и критического восприятия информации. Что же будет, если совместить эту аудиторию и взрывной рост технологий генерации изображений? Блядь. А вот что. Бульдог рисует Иисуса, Иисус из песка, Иисус из пепси, Иисус и кока-кола, аниме Иисус, огромный золотой Иисус, Иисус и аллигатор, и, конечно же, паровозик Томас Иисус. Блядь. Давайте сегодня обсудим тот рукотворный цифровой хоррор, который происходит последние месяцы в фейсбуке. Почти у каждого есть пожилые родственники, присылающие открытки с котами, которые желают вам хорошего дня и поздравляют с праздниками ватсапе. Ребята, всех с праздником! Но то прошлый век, эпоха веб-1.0, когда весь цифровой мусор производили руками замотивированных странных людей. Эпоха ИИ-антихриста диктует нам новые правила. В западном интернете это озаглавили ИИ-эпидемии в Фейсбуке. Началось все меньше двух лет назад, когда нейросети для генерации картинок, Миджорни и Дали, стали доступны любому в интернете. В Фейсбук заполонили сотни спам-аккаунтов с нейросетевыми артами. И вы не поверите, они возымели ошеломляющий успех. Хорошего дня, юные леди! Если бы мне сейчас снова было 20, я был бы в раю. Сделал собственными руками. Спасибо всем, кто ценит это. Ему грустно, потому что никто не ценит его работу. Так бы и остались бумеры, южноамериканцы и африканцы в аду искусственного интеллекта, если бы информация об этом не вышла во внешний интернет. Началось все с того, что в марте этого года озаглавили, как «Мой сын сделал гориллу из пластика». Суть всех изображений в криповых ИИ-картинках чаще всего темнокожих детей, которые якобы сделали что-то своими руками и с одинаковыми подписями. Креативный мальчик Несмотря на то, как обскурно выглядят эти генерации, восхищению бумеров не было предела. Посты набирали сотни, тысяч лайков и тысячи восхищенных комментариев. А посты такие страницы публиковали чуть ли не каждый час. Самое странное то, что в большинстве своем аккаунты, которые публиковали это, никак не монетизировали. Чел на западном ютубе провел целое расследование самых популярных страниц и не смог найти ни одной внешней ссылки или чего-то подобного, на чем можно было бы обогатиться. Бля, это вообще пиздец. Представляете, что это с бумерами сделает? А потом что-то случилось. И начал доминировать контент на тему христианства. Десятки тысяч картинок с Иисусом, на которых подозрительно часто можно заметить одни и те же элементы. Иисус спасает людей от акул, Иисус спасает бортпроводников, Иисус спасает борт... Блять, ну там всегда глаза как-то кекшутся, особенно у персонажей второго плана. Проводников от акул, Иисус акула спасает бортпроводников от самолета акулы, Иисус спасает Иисуса от акулы, Иисус спасает бортпроводника от самолета акулы, Иисус акула... Блять. Иисус-акула выбегает из самолета акулой и бежит за бортпроводницей. Ну, в общем, вы поняли. Иисус и много-много грязи. Лики Иисуса из всякого мусора. Ну и главное, Иисус-креветка. Это явление так и назвали Шрим-Джезус. Оставим за бортом ту неудобную мысль, что первое, что должно было прийти в голову верующего христианина при просмотре на ахтонического лавкрафтянского Иисуса, это то, что Антихрист уже шагает по бедной поступью и надо готовиться к великому суду. Но почему это собирает такие бешеные охваты? Дело в том, что Фейсбук очень щедро дает охваты постам с ИИ-контентом. Это их осознанная политика. А когда пожилые фейсбуковые видят Иисуса-креветку, первое понятное для них действие — написать Аминь и поставить лайк, чтобы боженька помог. Тем самым посты получают взаимодействие и лавинообразно больше охватов. Вот так мы и оказываемся в цифровом аду. Ужасно. Но это еще не все. К маю уровень обскурности пробил все возможные пределы. Генераторы нейроконтента смекнули, что взаимодействие легче всего собирать на фотографиях детей. Детей-инвалидов. И начался сущий пиздец. Сегодня мой день рождения. Надеюсь, здесь меня полюбят. Руководству меты, кстати, абсолютно плевать, и они с этим ничего не делают. Конечно, дети с ампутированными конечностями, выпрашивающие лайки в ленте — это же не продажа персональных данных собственных пользователей. Понимать надо. Все это на самом деле напоминает воплощение теории мертвого интернета. Если вкратце, это такая теория за... Слушайте, а что если действительно весь Фейсбук — это тоже, ну просто все, кто сидят на Фейсбуке, это тоже искусственный интеллект, то есть контент искусственного интеллекта лайкают и комментируют искусственный интеллект, это ж пиздец. Заговора, которая говорит о том, что большая часть контента в интернете на самом деле генерируется с помощью ИИ. Зафорсилась теория благодаря форчану. Там в разделе для обсуждения собственной теории заговора пришел анон с большой копипастой, которая все объясняет трейдмарк. В сообщении выдвигается гипотеза, что большая часть контента в интернете создается ИИ, вероятно, управляемым правительством и власть имущими, а также влиятельными лицами с целью создания потребителей для культурных продуктов. ИИ генерирует контент, сам же его комментирует и взаимодействует, собирает огромные охваты и все это, чтобы впарить настоящим людям товары и протолкнуть повесточку. И знаете, креветочные Иисусы, дети с невероятными поделками из мусора с тысячами комментариев, реально заставляют на секунду задуматься, сколько реальных людей осталось в интернете. Но что-то мне подсказывает, что элиты не будут так заморачиваться, да и зачем, когда у тебя в руках алгоритмы выдачи. Если тебя нет в алгоритмах, тебя, считай, и вовсе в интернете нет. Поэтому ваши любимые контент-мейкеры на этой платформе боятся лишний раз мотюкнуться или сказать неполиткорректное слово. Оно может стоить им дело жизни. Знаете, современный мир существует в жанре киберпанк без эстетики. Вместо Росака и Индастрис или Тайрал Корп у нас какие-то гнедонские Амазон, Гугл и Дисней. Вместо хакеров и киберготов у нас СЖВ и всякая такая хуйня. А вместо и скинов нетрайнеров у нас Нейро Иисус спасает Скайрлетт Йоханссон от Акулы. Очень грустно. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если понравилось. А еще подписывайтесь на Телегу, мы там сидим общаемся, ссылка будет в описании. Выступлю Ретероградом и покажу вам вот такой, можно сказать, аналоговый мем. Поздравляйте КТ в комментариях. До встречи в видео про Твиттер. Поздравляем, КТ. Подмигнула мисс экрана, так что жилу стынет кровь. Черном плаще, кошка дама, моя первая ебать. Ты берешь меня за ручку, очень нравится ты мне. Не пойму ты на всех чувствах мою траринь миссия. Жадная глотая слюни, удавая свечи глазка. Не, конвой очень недооцененный ютубер на данный момент, пацаны. Я всем советую подписаться и поставить лайк обязательно на видосе, потому что этот видос должен был собрать сильно больше. Это действительно заслуживает сильно большего, дорогие друзья. Не, пиздец. Я что-то пока не думал, что... Я не думал, что в фейсбуке все сейчас настолько плохо, блядь. Я думал, что, ну, типа там, фейсбук для бумеров вся хуйня, но, блядь, настолько... Не, ну это уже какой-то лютый пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok